Добрый вечер. Бог вас любит. Я вчера размышляла о том, почему у Бога такие вот пирамидки на земле нашей построены. Думала я, думала долго-долго. Размышляла, размышляла. Искала, искала. Нашла статью, которая называется Мировая система пирамид и монументов древности. Построена с учетом числа апокалипсиса 666. То есть четыре шестерки. А число апокалипсиса, если говорить, это три шестерки. То есть что-то здесь не так. И я благословляю всех, чтобы осознали, что Бог торит себя. Не люди же построили такие сооружения на точном расстоянии, да? Что значит пирамида? Говорят, пирамида как бы треугольник защищает от какой-то злой психической энергии. Слава Богу, такое откровение, конечно, не знаю, это правда. Вообще-то я знаю, что только Господь может защищать от злой энергии. Вот покоритесь Богу и дьявол убежит от вас. Значит, ученые посчитали, померили и обнаружили, что есть девять таких вот пар, между которыми расстояние 6666 километров. Я сегодня послушала одну передачу, которая, так называемая, немножко интересна. Интересно. Дело в том, что у Господа Бога есть одна истина. Четко звучит. Ищите. Вот она четко звучит. Ищите истины. То есть у Бога нет понятия истины. Вот она вот. А написано четко. Ищите истины. И она сделает вас свободными. Много людей разношлят, философствовали веками о том, где свобода, в чем свобода. И сегодня я осознала, что там, где люди заботятся не просто об личных, а о человеке вообще. Понимаете? И те учения, в которых нет такого понятия, человек макарон, понимаете, когда не сравнивается люди с какой-то массой, не называется толпа, то вот таких слушайте. А если рассуждают о людях свысока, с пренебрежением, то такие теории развивают фашизм только. Знаете, вот как у Блаватской. Как бы звучит истина. Истина никогда не спустится к вам. Мы должны до нее подняться. Вот она звучит. Вот она сказала. Блаватская сказала. А на теории Блаватской возник фашизм. Правда? А Иисус спустился. Понимаете? Это теория неправильная у Блаватской. Потому что Христос написано в Библии, что Бог спустился к нам. И не может человек подняться. Понимаете? А человек может открыть Слово Божие и изучать. В этом истина. Я об этом уже говорю. Восьмой месяц. И у меня сегодня только появился шестьдесят восьмой подписчик. Я надеюсь только на одно, что люди, которые подписались на меня, они сознательны. Они не будут искать своего и когда-то помогут мне в Божьем деле. Я уповая на Бога и отдаю ситуацию в Божьи руки. И всех, кто сознательно меня принял, кто подписался на мой канал, я верю, что эти люди когда-то мне будут помощниками в деле Божьем. Да, не можем мы спуститься. То есть не можем мы подняться. Но многие хотят подняться. И мирская мудрость говорит о том, что надо же как-то выживать. А выживать мирская мудрость учит только за счет других. Ну, это не совсем то, но правда бывает, редко бывает чистой и никогда не бывает простой. Абсолютно. Потому что Иисус сказал, ну, вы не можете всего уместить. Вот сказал Христос об этом? Сказал, четко звучит ответ. Вы сейчас не можете это уместить. Ну, тогда во время Христа еще не было знаний. Но сейчас уже знания есть. Но люди не вмещают всей истины. Я не знаю, почему. Или я соблазнен. Ну, извините. Извините. Сегодня ответ получила. Где? В Коране. А что там сказано? А сказано в том, что что пророку Бог дал слово говорить пророчество. Понимаете? То есть, если вы будете придираться, что я не так одета, не так причесана, не так себя веду, как-то не так выражаясь или не так говорю, то извините. Бог дал пророку говорить, а Моисей был косноязычный. И он сказал, Боже, я не буду говорить. Я не умею говорить. Но Бог послал и сказал, у тебя есть брат Арум. Пусть он будет твоими устами. Но вернемся к нашим баранам. Все-таки есть. И да, давайте подумайте, что это за такая мировая система, которая имеет число four. Заметьте. Не три шестерки. Это за такая мировая система, которая имеет число четыре шестерки. Заметьте, не три шестерки, а четыре. и его, это число нельзя назвать числом зверя. Ну, я уже говорила в этом числе. Бог отдал откровение Иоанну, когда он заметил, что уже странные вещи происходят у верующих. Он дал это откровение. И, конечно, это было обращение к церкви. Понимаете, лжеучение в церкви, это четко, это без сомнений. И это были три шестерки. И вот четвертая шестерка. Что же это такое? Обратите внимание, эти пары, девять пар, они образуют такую вот структуру, которая охватывает только четвертую часть земли. Четвертую часть. Почему только четвертую? Иисус умирал за всех людей, а тут четвертая часть. Обратите внимание, и четыре шестерки. Ну, я думаю, что Бог говорит, что Он пришел спасти всех, всех людей. Понимаете, вот структура, которая охватывает, как бы, четвертую часть земли, но шестерки четыре. Опять говорится о том, что Иисус Христос умирал за всех людей, без исключения. Всем Он дает шанс покаяться. И если мы изучаем Слово, то оно благое. Слово Божье говорит, «Сын мой, наставление моего, не забывай, и заповеди мои дохранит сердце твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрыжали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога людей». Как можно хранить заповеди Божьи? Выучить на память. Это не сердце. Выучит на память наш мозг. Поможет ли мозг? Может ли мозг помочь сердцу? Никогда. Сердце надо хранить чистым. Чтобы хранить сердце чистым, нужно изучать, нужно познавать. Поэтому Бога не говорит, там истина, здесь истина. Он не объясняет. Он говорит, ищите истины. И говорит об этом. В каком наклонении? Несовершенно. Несовершенный вид глагола ищите, пребывайте в истине. Читайте, исследуйте Писание. Ибо через них вы будете иметь жизнь вечную. Вы ставите цель иметь жизнь вечную. Через Писание вы можете иметь жизнь вечную. И если истина сложная, когда Бог дал откровение Иоанну, видно, и это не помогло, правда? Погрязли всё равно в грехах священники. Возглавляли церковь и искали доходы, понимаете? Тогда он послал Магомеда. Пусть не говорят. Если истина, говорят, истина не бывает на полюсах. Бывает на полюсах истина. Именно на полюсах находится истина, понимаете? Вот Северный полюс, Египетские пирамиды, 666 километров, Кайлас. Вы знаете, что такое Кайлас, да? Северный полюс тоже 666 километров до полюса. Такое расстояние истина как раз бывает на полюсах. Почему? Потому что если судить человека, то можно придраться к его тому, как он говорит, так, как он себя ведёт, так, как он любит, в сердце, да? Заглянуть его, понимаете? И можно ходить и говорить, ты не прав. И здесь ты не прав. И тут ты не прав. Ты неправильно сделал. Ты не подумал о том человеке. Ты забыл о другом человеке. Ты не заботишься. И так далее, понимаете? Истина как раз на полюсах. Истина. Это холодно, понимаете? С людьми, которые тебе будут учить истине, с ними холодно. Это истина, она неприятная, понимаете? Это лёд, который пробуждает, понимаете, от сна. Поэтому я говорю, что сложно, всё сложно. Понимаете? Истина. Поэтому говорит, что милости хочу, не жертвуя. Милости. Правильно? Какая у нас жертва сейчас? Жертва времени, правда? Для Бога. Вот жертва. Вам жалко времени для Бога? Но вы не сможете научиться миловать. Вы не сможете научиться любить, если вы не будете вещать время Богу. Понимаете? Поэтому Бог говорит, это не жертва, это не то, что вы боитесь. Это для вас, чтобы вы научились любить, чтобы вы научились миловать, чтобы вы научились терпеть, терпением спасать ваши души. Но терпение приходит только в том, когда вы ищите истину Божию. Ищите истину. И она сделает вас свободными. И никакие цифры, никакие числа вас не спасут. Бог просто говорит, что Бог совершает спасение на всей земле. Вот четыре шестерки и вот такая структура, которую вот можете загуглить. Интересная статья о том, что Бог любит человечество. Это я говорил. Как он построил пирамиды. Каким образом, я не знаю. Но не человек считал это расстояние. Правда? Будьте богословенны.